Да, да, вот так вот, 30 надавливаний, два выдоха. Это практическая часть. Тренажер достаточно чутко реагирует на действия человека. Получается, не все и не у всех, но ребята делают лишь первые шаги. Наставники акцентируют внимание на том, что, увидев человека в беде, они должны немедленно сообщить взрослым. Но у многих уже есть мобильные телефоны, и есть возможность набрать 112. Единый номер службы спасения. Жизненная ситуация. Мама купила воздушный змей, а он зацепился за линию электропередач. Теоретическую часть ведет Надежда Крюкова, педагог с 20-летним стажем. Ее задача – донести основные правила безопасности в быту. По ее словам, дети – очень благодарная аудитория. С ними очень интересно, они знают больше нас, и они не придумывают, они говорят то, что есть. Они честные, у них больше потенциала, чем у нас. Разработаны три курса для самых маленьких – мультфильмы и игры. Здесь ребята постарше. У них уже есть игровые приставки, а многие знают, что заряжая мобильные устройства, следует соблюдать осторожность. Это один из главных акцентов в этом году. Также уроки проходят у подростков. Селфи, игры с дополненной реальностью, например, так называемая ловля покемонов, несовместимы с объектами энергетики – трансформаторами, линиями электропередач. Уроки в смене – первые в этом году. На них побывают около 500 юных отдыхающих. Энергетики заключили договор с краевым министерством образования. Уроки проходят в детских садах, школах. Заявки поступают в постоянном режиме, в том числе через сайт. Их обрабатывают и распределяют по подразделениям. В каждом есть специалисты по технике безопасности. Человеческая жизнь – это самое главное. Когда человек подготовлен, вооружен. Если он вооружен, значит, он защищен. Наша компания, естественно, это одно из основополагающих направлений нашей деятельности – это профилактика электротравматизма. Программа действует три года. Ежегодно сотрудники филиала проводят уроки у 5000 детей. При этом аудитория постепенно и постоянно растет.